Ледяные гроты, сталактиты, сталагмиты и целые пещеры, снега и льда. В этом году Байкал нарисовал на берегу Ольхона абсолютно волшебные пейзажи. Уже несколько дней за ними здесь охотится иркутский фотограф Алексей Байфа. Он отмечает, каждый год остров зимой выглядит по-разному. В 2019-м всех покорил прозрачный лед. В этом застывшие скульптуры, которые нарисовала сама природа. Кроме всего прочего, снимать в этом году здесь никто не мешает. Мека для туристов этой зимой оказалась совершенно пустой. Все потому, что здесь 80% гостей обычно жители Поднебесной. В этом году все они остались дома. Эпидемия коронавируса отменила планы на отдых для одних и всю запланированную работу для других. Количество туристов из Китая в принципе упало на ноль. Максимум, что это из Тайваня приезжает. Это все-таки немножко другое государство. Сейчас много туристов из Вьетнама, Южной Кореи и других азиатских стран. Плюс встречаются европейцы. Но туристов из Китая вообще сейчас нет. У меня много знакомых гидов, которые сидят без работы. Ключи от комнат на рецепшене и полупустой обеденный зал. В гостиницах на Альхоне уже месяц не слышат китайской речи. Директор одной из них отмечает, туристический бизнес уже просел процентов на 80. Убытки исчисляются миллионами. Переориентироваться в один момент, конечно, сложно. Тем более туристы из Китая всегда приезжают огромными группами. До 30, а то и 40 человек. Игорь Акулов говорит, радует то, что в последние годы стало больше гостей из других стран Азии. Да и жители нашего региона активнее приезжают отдыхать на местные берега. Но тем не менее, нагнать объемы, которые были раньше, практически нереально. Все-таки китайский турист очень большой туристический рынок занимал. То есть очень важная ниша в нашей, так сказать, работе. Ну и китайский турист, конечно же, как только не поехал, то стало довольно печально. Компания Booking.com, допустим, она всех уже оповестила о том, что это 100% форс-мажор. И это признано уже мировыми юристами, что это форс-мажор. И в таком случае просто бронирование аннулируется автоматически. Но с сегодняшнего дня мы уже 100% можем понимать, что ни одного туриста из Китая мы ждать не можем до конца февраля. Ну а пока на Альхоне встречаются лишь небольшие группы европейцев. Среди тех, кто приехал сюда из старого континента Николя Шейн. Испанец никогда не видел Байкал и решил, что лучшее время для первого путешествия сюда – это зима. Но признается честно, боялся встретить здесь туристов из Поднебесной. На всякий случай к этому приготовился заранее. Мы взяли с собой маски, потому что хотели быть готовы ко всему. Я боялся, что у нас будут какие-то проблемы в этом смысле. Но сейчас всё хорошо. Недавно мы узнали, что граница между Россией и Китаем полностью закрыта. И в связи со сложившейся ситуацией меня это радует. И вообще тут так свободно. Но Николя, пожалуй, один из немногих, кому отсутствие китайских туристов по душе. А мы тем временем перемещаемся в Иркутск, в один из ресторанов города. На кухне здесь кипит работа, но в зале пока немноголюдно. Владельцы ресторана тоже пытаются встать на новые рельсы. Традиционную русскую кухню, заведение общественного питания делает свой акцент именно на ней. Очень любят туристы из Поднебесной. И от заказов раньше не было отбоя. Они очень любят блюда из рыбы. Они очень любят заказывать и пробовать разносолы. Они достаточно настороженно к ним относятся, но тем не менее они их заказывают, пробуют. Они любят пить наши взвары. Говорят, любят русские десерты. Русские десерты, да, безусловно. Например, пирожная картошка вызывает у них просто бурю эмоций. И пока пирожные простаивают на полках, в продуктовых магазинах исчезают товары из Поднебесной. Ситуация с поставками китайских овощей и фруктов пока не критичная, но увеличение сроков поставок произошло. По многим позициям находят альтернативные варианты, привозят продукцию из других стран, но есть позиции, закрыть которые не удалось. Мы переспределили закуп мандаринов и лимонов на Египет, Турцию, Пакистан и Марокко. Альтернатив для помылок китайской, к сожалению, нет. А также с перекрытием КНР на рынке Дальнего Востока образовался дефицит товара, что повлекло за собой увеличенный спрос, повышение именно закупочных цен в целом на рынке фруктов и овощей. В данный момент ситуация уже стабилизируется, и закупочные цены на овощи и фрукты показывают только сезонные колебания цен. Огромные убытки несут и авиаперевозчики. Например, и Райера в Иркутске уже отменила все рейсы в Китай. Последние полеты в Поднебесную датируются первой половиной февраля. Тогда на самолетах домой привезли жители Иркутской области. Сейчас воздушная граница закрыта до снятия ограничений. А до карантина в неделю компания регулярно выполняла шесть рейсов в Поднебесную – в Манчжурию и Харбин. Пассажиропоток всегда уверен и плотный китайских пассажиров. И чем сейчас именно убыточно и не запланировано для авиакомпании, что был как раз период запрета ввода моратория именно на китайский Новый год, когда дополнительно к этим шести рейсам периодически водили и дополнительные рейсы. Потому что пассажиропоток был большой. Ну, естественно, это и повлияло на экономику авиакомпании, производственную, производственные характеристики. Мы, конечно, самолеты перепрофилировали маленько на другие направления в России, но сразу пассажиропоток не набирается, потому что это поздно вот рейсов. Естественно, авиакомпания несет и убытки, которые оцениваются в десятки миллионов рублей. Экономисты, в свою очередь, говорят, такая ситуация послужит своеобразным индикатором и новой задачей для бизнес-компаний. Те из них, кто быстро сделает выводы, наоборот, впоследствии окажутся в выгоде. Это очень хороший кейс для них, потому что они ориентировались на одну категорию туристов, которые, условно говоря, приезжали к ним, свалившись буквально с поднебесной, буквально с неба. Они слишком настроили бизнес на китайский туризм. Это сейчас возможность посмотреть на внутренний туризм, посмотреть на те условия, которые предлагаются для европейского туриста и так далее. Это не только проблема, это и возможность тоже. Пожалуй, одни из немногих, кто сейчас рад запрету въезда туристов из Китая в Россию – это экологи. Ведь большой пассажиропоток – это не только большие деньги, но и антропогенная нагрузка на тот же остров Ольхон. Возможно, сейчас нужна именно такая передышка, чтобы переосмыслить, настроиться на новую волну и подготовиться к следующему сезону. Кстати, у тех же китайских граждан планы на лето оптимистичные. В гостиницах на острове уже забронированы места на май, на те же большие группы по 30 и 40 человек. Виктория Малая, Александр Пахомов, Сергей Коваленков. Новости сейчас. Субтитры подогнал «Симон»